Приветствую вас. Аноним, я думаю, что вы несколько лукавите, когда просите совета, потому что, судя по вашему тексту, совет вам, ну, не поможет. То есть, ну, дело даже не в том, помочь или нет, а в том, что психологи, в принципе, советов-то не дают. Мы помогаем разобраться в себе, да, но не даем советов, потому что это, мягко говоря, означает взять ответственность за вашу жизнь на себя. В целом, то, что я увидел в вашем тексте, это... Как-то больше про какую-то незащищенность, больше про какую-то тревожность, когда вы, с одной стороны, постоянно чем-то недовольны, идеализируете, значит, окружающий мир, а находитесь в разочаровании из-за того, что он не соответствует вашим представлениям, да, то есть, это вот некое, некое, некое такое стремление, некое такое стремление к защищенности, с одной стороны, и некое такое вот непринятие несовершенства, да, требование идеальности с другой, причем требование идеальности именно от себя. Дальше, вы говорите, что, значит, пишите, пишите про то, что, значит, вот не было личной жизни, да, значит, я делаю вывод, что появился гормональный сбой, и уже, значит, такое же заболевание, но факт, наличие образования, которое у вас обнаружили в груди, о чем-то говорит. Вот у вас есть некая такая позиция, да, что, ну, если я что-то не сделаю, да, то меня накажут. Вот так это выглядит. Что это наказание? Ну, это наказание в какой-то степени. И, на мой взгляд, ну, в какой-то степени, наверное, это тоже проблема, чтобы считать, что вас можно и есть за что наказывать. То есть вы, в первую очередь, наказываете себя сами. Я бы сказал, что, ну, во-первых, новообразование на жизнь не говорит, во-вторых, как бы, ну, не, ну, совершенно не факт. Это из-за гормона, что-то вы решили. А, так, то вы решили, что, ну, что дело здесь в гормонах. То вы решили, это, ну, ваш, как бы, собственно, вот такая позиция. Потому что вы, как мне кажется, ну, как бы, не оспариваете ее, в том смысле, да, что не задаете себе вопрос, а, может быть, я, там, ну, не права. А, может быть, все несколько по-другому, может быть, все несколько иначе. Ну, вот. То есть, как бы. А, вот. Такой момент вы, как будто бы даже не рассматриваете. Вот. И это вот тоже, с одной стороны, да, получается, требование идеальности, постоянное ощущение угрозы себе из-за этой вот, ну, из-за неидеальности своей. Но, с другой стороны, это вот некая такая, некая такая авторитарная, требовательная история про себя и про других людей. И вера, вера, ну, некоторая вера в, может быть, в возмездие. Какое-то. Вот. То есть, это, ну, это, это то, что, то, что, то, что мне видится. Вот. Вот. Ну, это, это вот то, что я могу, ну, наблюдать, да, это то, что я могу, это то, что я ощущаю здесь вот. Именно, вот, исходя из того, что вы пишите, именно исходя из того, что вы описываете. Вот. Ну, давайте подробно, значит. Боюсь за свою жизнь, стресс, негативные мысли, не знаю, как расслабиться. Страх смерти. Страх смерти. Страх смерти, это следствие, в первую очередь. Вот. То, что, ну, то, что вам нужно для себя выявить, что это следствие. Почему это следствие? Ну, дело в том, что, значит, вы не принимаете жизнь, то есть, вы обретаете смерть как, как что-то естественное, как что-то само собой разумеющееся. Чего не было бы у вас, если бы вы жили бы, ну, такой, полной жизнью, я бы сказал, да, т.е. если бы вы реализовывались бы, вот, если бы вы, значит, ну, максимально были бы актуализированы, то не было бы подобной проблемы бы у вас. Так, так проблемы, конечно, присутствуют. С другой стороны, это и тенденция некоторая к стремлению, к, эм, желанию освободиться. То есть, это, вот, потребность именно в том, чтобы стать свободной. Смерть здесь выглядит как освобождение. К, ну, к моему сожалению, к моему сожалению. Вот. Ну, про невозможность расслабиться здесь, я думаю, в принципе, более-менее понятно, да, это, вот, ну, такое стремление контролировать все, да, вот, это, ну, такая достаточно, ну, достаточно негативная история, что это вот именно недоверие себе, недоверие, а, эм, эм, ну, ну, возможно, другим людям недоверие, да, тоже. Вот. Такой момент, в принципе, может быть. Эм, значит, эм, дальше идем. Я постоянно напряжена, не знаю, как расслабиться, как быть позитивным. Ну, есть какие-то негативные установки, с этими установками начнем работать. У меня тогда было некое недовольство жизни, все время не совсем то. Ну, а, откуда недовольство жизни, да, это, эм, требование в определенной степени, как вот, т.е. откуда недовольство жизни, и почему оно появилось, да, то есть, то есть, то есть, как, ну, как оно, вообще, вот, стало возможным-то. Эм, благодаря, ну, благодаря чему оно, оно стало возможным. Вы об этом не говорите. Да, понятно, что либо все, либо ничего. Либо все, либо ничего. Понятно, что вы хотите, чтобы все было по-вашему, но откуда это вот ощущение, что не по-вашему быть не может. вот это вот, на мой взгляд. Очень важный момент. Дальше. Эм, так, так и не было, и нет личной жизни, мне хотелось купить открываться, либо все, как я хочу, либо никак. then, опять же, а как вы хотите? То есть. Эм, я не знаю, понимаете вы или нет, но... Эта история больше про то, как вы в личной жизни пытаетесь решить, ну, какие-то вот свои проблемы, да? То есть, не человеку что-то дать, да, на что вы нацелены, не человеку что-то дать, а именно вот что-то получить, что-то, вот. И, ну, возможно, в таком ключе вам сложновато выстраивать отношения с мужчинами, да, потому что... Все время есть требования какие-то к, ну, вот, к людям, вот. При том, что эти требования, они идут впервые, они идут впервые, эти требования... В общем, то, что можно было сделать для другого человека. Дальше. Так, сейчас мне 27, найти парня в связи, парня найти в связи, зачем парень? Зачем ты, ну, в большом городе, где я училась, домой, зачем? Зачем? Были хорошие отношения, два месяца назад он скончался. Это травмы, вам эту травму нужно прорабатывать. С тех пор я стал бояться за своими руками, пока вы смеете, она ничего не особо о ней думала. Ну, это скорее вот это ощущение, ощущение того, что... Появился еще один пункт, который нужно контролировать. Так, значит, стала бегать по врачам. Так, ну, если вы пытаетесь внимания привлекать, вот, если вам не хватает внимания. Вот, сейчас у меня паника, мне страшно, неужели это конец? Я даже не успел еще пожить. Вы не успели еще пожить. Вы не жили, вы не живете. Точнее, вы живете, вы отрицаете тот факт, что вы живете, вот так вот скажем. То есть человек, который рассуждает примерно так, как вы, это человек, который не наслаждается жизнью, который не живет вот здесь и сейчас, да? Вот, потому что, ну, грубо говоря, никто не знает, как будет складываться жизнь. Никто не, никто не может знать, как и что будет в будущем, да? Абсолютно никто не может этого знать. Вот, но вы определяете к этому определенные требования. То есть вот, что важно, что важно как раз таки. И естественно, естественно, вот именно, ну вот из-за наличия требований, вот этих вот, вам так кажется, что вы еще не пожили. Вот, и дело совершенно не в том, что, ну, что вы не пожили. Это, опять же, такая довольно стереотипная модель, ну, модель восприятия. Что я не пожила, не пожила, а вот, значит, ну, нужно сделать что-то, и тогда я поживу. Что-то, ну, мягко говоря, не работает это так. Вот в таком, таком, ну, в таком направлении, да? Не работает. Я понимаю, я понимаю, что вы боитесь, но я говорю, что тут проблем более глубже. А дальше... Так, он может... Я не успел болеть, очень созреваю для семьи, хочу детей. Зачем? Зачем? Это... Потребность защиты. Я не знаю, где познакомиться, как. Но, опять же, по поводу чего, что общего, если у вас как-то вот... Есть некоторых трудностей, если интересно, но... По поводу чего... Гуляю по вечерам, по набережной, но знакомых крайне-крайне редко все проходят мимо, ничего не выходят. Ну, тут... Может быть, некий страх людей у вас, или что? В чем, как вы думаете, причем того, что вы редко знакомитесь? Вы ждете, что к вам понравилось познакомиться? То есть, имеется в виду, что... Сами знакомиться вы не хотите, сами бы не подходите знакомиться, знакомиться, или что? А интересы? Какие интересы у вас? Какие? У всех своих аккомпантов в России, личная жизнь, я не знаю, как все это делается. Ну, научиться. Постоянно мысли о заболеваниях, постоянно брак, напряжения, отстывания, болезни папы. Это больше про... значит... Потребность во внимании больше. Я понимаю, что, наоборот, надо себя настроить, бороться за свою жизнь, приложить усилия, быть позитивным. Ну, понимаете, вот, у вас идет некая, некая такая, такая объективизация, что ли, жизни. То есть... Надо бороться за жизнь. Зачем... Зачем за нее бороться, если вы, как бы, уже живете? Ну, не надо бороться. Ну, в этом смысле слова. Вот. А вы борете. Потому что бороться больше и больше не даст. Вот. То есть... Нужна жизнь, а для чего жизнь нужна? Непонятно. Вот. Вот. Дети, так это... Опять же, это... Другие люди. Как бы, ну... Все равно. Вот. Это... Именно что, вот. Ну, именно что. Другие люди. Вот. Вот. То есть... То есть... Это не вы. Это... Не то... Что... Ну... Не то, что... Касается вас. Грубо говоря. Понимаете? Какая штука. Вот. Так что... Это все очень... Важно. Дальше. Так. Я... Так. Значит... На страну бываю недовольны. Паника, либо страх. Ну, опять же, это... Блокировка... Блокировка... Ваших интересов. Здесь. То есть, ничего не получается. Мне кажется, этот раз ухудшается. 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 Со здоровьем. А... Что именно не получается? Что именно должно получиться у вас? Не очень понятно. Что именно вы ждете, чтобы... Что у вас... Ну, что у вас должно получаться? Как-то вот... Постарайтесь... Ну... Постарайтесь... Себе ответить на это. Дальше. Что делать? Как изменить себя и свою жизнь? Вопрос в том, что именно менять. Знаете? То есть, нужно сперва посмотреть, что есть. Потом посмотреть, что и для чего. Что, как и для чего менять. Вот. Ну, а история про спасение. Это треугольник Карпмана, на мой взгляд. Так что... Эээ... Изучите его самостоятельно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, то... Буду благодарен вам за какую-то обратную связь. Вот. Значит, для начала, так сказать... Работы. Вот. Всего вам доброго. Ну, пока. Субтитры сделал DimaTorzok